Несправедливо забытое и по крупицам восстановленное. Строили против одних государств, против вооруженных сил одних государств, а реально столкнулись с вооруженными силами других государств. Но что и определило такой исход. Она должна была сдержать напор фашистской Германии. С 28-го года по 41-й год никто эту линию не переступал. И почему она покорилась противнику? Но так как она не действовала, поэтому немцы и прошли через нее. Кем и как возрождался Минский укрепрайон? Была обыкновенная дорога, хороший обочный лес стоял. И в этом лесу находились инженерные сооружения. И как моряки оказались на суше? Два года непосредственно на передовых рубежах моряки принимали участие в строительстве более современных укреплений линии Сталина. Неизвестные факты в фильме агентства теленовостей «Рубеж памяти». Смотрите прямо сейчас на «Беларусь-1». Что может быть вкуснее? Зернистая икра. Нежные кусочки лосося. Игра номер один от «Санта-Бремор». Есть одно удовольствие. Велком предлагает выгодную рассрочку на смартфоны. Актуальные модели. Низкие выплаты. Без процентов и переплат. Смарт-рассрочка – это три преимущества. Которые делают покупку смартфона выгодной. Смарт-рассрочка от Велком. Выгода в Кубе. В честь дня рождения «Суперлото» 418-й тираж. 24 февраля. Два роскошных автомобиля «Вольксваген Поло» и «Вольво XC60». Столичная квартира по улице Лозо 7. И, внимание, полмиллиарда рублей. Да здравствует Суперлото! Подключайся на специальный тариф «Лайф» для твоего смартфона «Йо 1200». И каждый день получай новый пакет услуг. Безлимит на «Лайф», минуты на другие сети и 100 мегабайт. Весь трафик накапливается и не сгорает. Каждый день обновляется пакет услуг. Каждый день ты можешь выиграть один из 30 айфонов. Подключайся на тариф «Йо 1200» и выигрывай айфон «Йо Лайф». Сочный для малышей. Только натуральное пюре для самых любимых деток. Без сахара, консервантов и крахмала. У берегов Норвегии мы берем свежий лосось. У нас есть все, чтобы вы были уверены. В кратчайший срок нежный лосось от Санта-Бремор. Оказывается на вашем столе. И еще быстрее исчезает с тарелки. Санта-Бремор. Будет вкусно. От первых стартов до громких побед. От школьной лыжни до олимпийской трассы. Республиканские соревнования среди детей и подростков. Снежный снайпер на призы президентского спортивного клуба. Финал соревнований. 6 марта в 11.00. Низк. Проспект победителей. Лыжероллерная трасса. После Первой мировой войны Советский Союз находился в упадке. Стране нужна была армия, а денег на ее содержание не было. В связи с этим военным руководством было принято решение построить укрепительные районы вдоль всей западной границы. От Черного моря и до Ладожского озера. Этот рубеж должен был стать аналогом западных оборонительных линий. В 30-е годы в одной из латвийских газет специально была выставлена такая деза, что Сталин строит на западных рубежах по старой государственной границе, это еще тогда было, укрепрайоны. И как синоним пошло. Помните, была линия Мажино, линия Зигфрида, линия Митаксы, Маннергейма. То есть здесь было озвучено, что линия Сталина. У немцев проходила она как линия Сталина. Вся линия строилась вдоль бывшей западной границы СССР. В основном укрепительные районы располагались за естественными рубежами, реками, болотами, озерами. Но были и исключения. Так Минский укрепрайон было решено строить перед столицей, на местности, где кроме полей ничего не было. Было принято решение, что отдать столицу Союзной Республики в первые дни войны неразумно. Поэтому было все-таки принято решение Минский укрепрайон строить перед Минском. Позже это стало роковой ошибкой генерала Григоренко, человека, который устроил линию Сталина. Но об этом он узнает позже. В 32-м же военное командование было больше озабочено тем, как сделать так, чтобы этот рубеж смог задержать противника хотя бы на 15 дней. Именно столько времени требовалось Красной Армии для мобилизации. Но противник же не даст нам эти две недели. Вот для этих целей было принято решение каким-то образом удержать противника на нами заранее укрепленных рубежах. Вот это первая и последняя причина возникновения линии укреплений, так называемой линии Сталина. Всего на линии Сталина было построено 23 укрепрайона. Они растянулись от Карельского перешейка и до Одессы. Протяженность 1200 километров. Позже, в 39-м году, будет принято решение перенести линию Сталина на 400 километров западнее. И это станет еще одной роковой ошибкой военного руководства. С 28-го года по 41-й год никто эту линию не переступал. И в то время, конечно, она была грозной стеной для защиты советского государства. В 30-е годы прошлого века линия Сталина, как и вся страна, готовилась к войне. Советские мальчишки мечтали защищать родину, а солдаты достраивали последние укрепрайоны, которые должны были стать надежным щитом для родной земли. После создания подобного рубежа никакой враг, наступающий с Запада, был уже не страшен. Что эта линия все-таки могла сыграть большую роль, если бы не упущение командования Белорусского военного округа. Дело в том, что война все-таки наступила не так неожиданно, как многие считали. На территории Белоруссии было возведено 4 укрепительных района – Полоцкий, Мозорский, Сулуцкий и Минский. Последний растянулся от Плещениц и до Станькова и включал в себя 294 огневые точки. По 2 на каждый километр фронта. Самый распространенный оборонительный район – пулеметный ДОТ – долговременная огневая точка. Это пулеметный ДОТ постройки 1932 года. Это один из самых массовых объектов. Толщина напольно-фронтальной стены – полтора метра. Потолочное перекрытие – метр десять. То есть это не просто бетонные стены, это именно железобетонные стены. То есть внутри стен располагается арматура. В большинстве случаев ДОТы вооружались артиллерийскими 76-мм пушками и пулеметами системы «Максима» образца 1910 года. Этим пулеметом управляло два человека. Один подавал патроны, второй стрелял. Сначала патроны подавались в лентоприемник. Затем взводился пулемет и открывался огонь. Но несмотря на всю мощь этих сооружений, у них были и слабые места. Так уничтожить весь гарнизон в ДОТе противнику можно было, взобравшись на его крышу. Дальше достаточно было взорвать крышу перископа и влить внутрь бензин или закинуть гранату. Еще одно слабое место подобного ДОТа – это амбразурный узел. Ставили амбразуры под прямой обстрел противника. Для армии более, как говорится, слабого это могло сойти с рук. Но против германской армии одной из самых мощных в 20 веке это не проходило. Слева и справа специальные лебедки. С их помощью открывали амбразуру. Есть специальные щиты броневые. Весят порядка 800 килограмм. То есть два бойца крутят лебедки и синхронно опускают щит за 20 секунд. Поднимают за 40 секунд. Норматив абсолютно реальный и он соблюдается до сих пор. В конце 30-х годов укрепрайоны было решено вооружить тяжелой артиллерией – путиловскими пушками. Коса смерти. Именно такое название позже дадут враги этому орудию. Но это лишь малая доля того, что тогда планировалось сделать на линии. Основная задача была модернизировать и автоматизировать огневые точки. Там планировалось устанавливать новые артиллерийские системы с автоподачей снарядов. Новые системы связи. Новые системы обнаружения целей. И в этом непосредственном участии принимали технические части Балтийского флота. Как офицеры, так и матросы и старшины. Позже именно этим морякам будет предстоять оборонять линию Сталина в первые дни войны. Но это будет в 41-м. А в 39-м модернизация шла вовсю. В это же время на Западе начинается Вторая мировая война. Понимание того, что сражения уже завтра могут наступить и на советской земле, пришло не только к военному руководству, но и к простым людям. Нас, мальчишек, готовили к этой войне. И мы целыми классами поступали в военные училища. Все хотели быть готовыми защищать свою родину. По иронии судьбы, именно в этот момент командование перестало думать об обороне. В случае войны сражение планировалось вести на территории противника. Построенные укрепления сносили, чтобы открыть путь наступающим советским войскам. В 1940 году возводить новые укрепрайоны вдоль новой границы и называли ее тоже линией Молотова. Но завершиться строительству новых укрепрайонов на советско-германской границе было не суждено. В этот же момент на линии Сталина прекращаются все строительные работы. Гарнизоны на укрепрайонах были сначала сокращены, а после и вовсе расформированы. 1200-километровая линия Сталина была несправедливо заброшена и забыта. Во многом все это и предопределило такое провальное начало войны для Красной Армии. Как в основном, будем говорить, линия была недостроена. Вы же сами понимаете, что это большой комплекс. Это должно быть, было, наконец, установлено вооружение, оно не было. Оно только было в работе, все устанавливалось. Это нужно было. Были заказаны современные артиллерийские системы корабельного типа с автозарядкой, которые должны были прийти с Путиловского завода, но они установлены не были. И все укрепления, все доты, которые там были на передовых рубежах, они фактически были в разоруженном состоянии. У Минского укрепительного района было две основные задачи. Это защита Минска и прикрытие дороги на Москву. Она проходила здесь совсем рядом. И так уж получилось, что в 1941 году основной удар фашистов пришелся именно на эти места. Внезапно нападение все-таки заставило врасплох. Позже те самые 400 километров от новой до старой линии силы вермахта пройдут за трое суток. Все укрепительные районы были обращены на гибель. Наступающий противник заставлял войска отходить. Но даже при тяжелых боях гарнизоны Минского укрепрайона сражались до последнего. Многие говорят, что объекты не воевали, сами красноармейцы взрывали. Если рассматривать логику таких исследователей, зачем красноармейцы в 1941 году взрывают, если якобы они отступают? Причем, если смотреть, боевые повреждения нанесены они как раз с стороны немецких частей. Главное, если смотреть объекты, то находятся и осколки от немецких боеприпасов. Противник в секторе. Первый осколочным заряжает. Прицел 20. Погон. Немцы использовали все виды вооружения для того, чтобы их оттуда выкуривать. Но это было очень тяжело. Люди уходили только тогда, когда заканчивались боеприпасы. Внезапное нападение врага в лице фашистской Германии внесло свои коррективы в оборонительные рубежи Советского Союза. До нападения на СССР немцы уже умели вскрывать доты. Этому они научились еще на линии Моржино. Но, несмотря ни на что, Минский укрепрайон продолжал обороняться. Это строилось против, так называемого государства Маллентампы, против Польши. Вооруженные силы в то время Польши, Румынии, Станинграды в целом, то они ни в коем случае не могли соответствовать тем силам, с которыми реально столкнулась линия Сталина. То есть строили против одних государств, против вооруженных сил одних государств, а реально столкнулись с вооруженными силами других государств. Ну, что и определило такой исход. В июне 41-го линия Сталина стала тем рубежом, с помощью которого Красная Армия смогла хоть на время создать линию обороны. Судьба этих ДОТов, как и их гарнизонов, сложилась трагически. Впрочем, как и все, что происходило на моих фронтах тем летом. Немцы прошли очень успешно этот белостокский выступ. И линия Сталина была к этому времени уже и демонтирована, потому что там создавали новую оборонительную линию. Поэтому она такой большой роли и не сыграла. Историки утверждают, что будь Минский укрепрайон построен не перед столицей, а, к примеру, вдоль реки Березины, то история фортификации линии Сталина могла бы сложиться совсем по-другому. Пример – Полоцкий укрепительный район, расположенный вдоль западной двины. Благодаря тому, что он был грамотно вписан в местность, фашисты очень долго не могли его захватить. Это не беда линии, это уже беда того хаоса, который царил в 1941 году, потому что были ошибки и просчеты, были просто другие факторы, которые, допустим, там, где создавалась крепкая оборона, а противник вообще не наступал, где считали, что он не пойдет. Он пробил брешь и ушел далеко вперед. Накануне войны немецкая разведка донесла своему руководству предположительные места, где должны были располагаться советские укрепрайоны. И что интересно, Минский укрепительный рубеж, по разведданным фашистов, должен был находиться совершенно в другом месте. Немцы рисовали просто такую линию, как бы вертикальную, писали линию Сталина, и она не совпадала с реальным начертанием, значит, той, которую мы сейчас знаем. По сути, лето 1941-го стало последним для западного укрепительного рубежа Советского Союза. Почти на 65 лет про линию Сталина все забудут. В лучшем случае в дотах и казематах хранили картошку, в худшем их просто разрушали и засыпали землей. 23 укрепительных района были несправедливо забыты. Линия Сталина в плане того, что она была забыта, потому что если бы она остановила противника, допустим, и здесь он могли сломать шею, ей бы, конечно, пели песни, слагали стихи. Мы живем в дивном свете. Свете иллюзий и первоособлению. Моцные и незалежные. Эмоциональные и пожадливые. Люди примирают разные образы. Подладживаются под аточение. Прикладают намаганье, кабы зауважены. Имкнуться быть у центра падей. Али не кожному хапаю пэмэнности. Быть собой. Велком. Час пэмэнэных. Легендарные музыканты. Лучшие песни, ставшие символами эпохи. Большой концерт группы «Машина времени». 13 апреля. Дворец спорта. Билеты по телефону Велком. 650 1133 и на сайте All Stars B-Y. Подробности на афишах Улбай. Спорт сильных и мужественных. Молодых и целеустремленных. Будущие звезды мирового хоккея. В ежегодных республиканских соревнованиях на призы президента Республики Беларусь «Золотая шайба». Финал соревнований в Пружанах и Могилёве. Кухня – это не просто место, где готовится еда. Кухня – это сердце дома. Здесь можно собраться, поговорить, рассказать о том, как прошёл день. Но так часто на кухне случаются ссоры. Когда близкие причиняют тебе боль, ты попадаешь в заколдованный круг. Крик, удар, слёзы, страх и стыд. Стыд, что это происходит с тобой, в твоей семье, что это видит твой ребёнок. Ведь он всё понимает. Пойми, тебе нечего стыдиться. Твоей вины в этом нет. И ты можешь изменить ситуацию. Позвони на горячую линию для пострадавших от домашнего насилия. Просто скажи, мне нужно поговорить, и опытные специалисты, психологи и юристы помогут тебе. На линии надежды ждут твоего звонка. И пусть твои слёзы будут только от лука. Бесплатная горячая линия для пострадавших от домашнего насилия. На сегодняшний день сохранилось около 180 сооружений. Чем оно уникально? Тем, что, конечно, оно восстановлено. Потому что, к сожалению, на сегодняшний день по большей части объекты это свалки мусоров, скотомогильники. Бывают, конечно, когда из них делают общественные туалеты. Новый 2005 год стал новой вехой в истории линии Сталина. По распоряжению президента Беларуси Александра Лукашенко часть Минского укрепительного района подлежала восстановлению. Это стало возрождением линии Сталина, от которой на тот момент уже практически ничего не оставалось. Была обыкновенная дорога. Хороший побочный лес стоял. И в этом лесу находились инженерные сооружения. Ну, вот если сейчас смотреть с правой стороны, когда если ехать, то уже молодично лес стоит. Вот точно такой же лес находился на историко-культурном комплексе «Линия Сталина», который сейчас вы имеете возможность лицезреть. Новая история линии Сталина началась благодаря случайности. Идейный вдохновитель историко-культурного комплекса Александр Метла вместе со своими единомышленниками клубом «Солдаты Победы» участвовал в открытии первого дота-музея в Заславле. После реставрации боевых действий, переуроченных к этому событию, Александр Метла со своими сподвижниками начал возводить историко-культурный комплекс. Началось с того, что расчистка территории. То есть это выкорчевка этого леса, вывоз его, выравнение этой площадки, в инженерном отношении оборудования. Потом были созданы несколько бригад, которые ездили по всему по всему укрепрайону. И фрагменты, элементы из старых дотов, которые не входили в зону восстановления, снималось определенное оборудование. О создании, о возрождении линии говорилось много. И об этом мы писали статьи, спорили и в научных кругах, и энтузиасты. Однако создать такой комплекс, который единый комплекс, чтобы показать, удалось только нам Белоруссии на сегодняшний день. Записать интервью Александр Митланом не случайно предложил именно в этом помещении. Это уголок военно-патриотического воспитания Советского военкомата Минска. Именно здесь, 11 лет назад, началось создание современного историко-культурного комплекса. И, конечно, это был очень титанический труд, который мы не могли решить бы сами, как бы мы не были энтузиастами, воины-афганцы, но без помощи вооруженных сил, без помощи населения, без помощи области полкома, горы полкома, мы не могли бы решить. Музей под открытым небом нужно было построить меньше, чем за полгода. На протяжении всего строительства солдаты инженерных войск жили прямо на линии. Благодаря сплоченности всех, кто принимал участие в воссоздании комплекса, объект был сдан ровно в срок. На открытии присутствовал президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Гости, людей очень много, около 20 тысяч человек собралось тогда на этом поле. Если в музее, как правило, руками не трогать, а мы хотим, чтобы руками можно потрохать, порох можно было понюхать. Во время строительства эхо войны не раз напоминало о себе. На территории современной линии Сталина было найдено более 70 фрагментов тел бойцов Красной Армии и две группы фашистских солдат, атаковавших ДОТ и линии в 41-м году. К тому есть документальное подтверждение. Это и кинохроника, и фотохроника, то есть, на которых видно, что все-таки гранизоны вели бой. Вели бой до последнего, потому что есть много фотоисточников, на фоне которых есть захоронение бойцов Красной Армии и захоронение бойцов Фермахта, которые непосредственно штурмовали эти объекты и погибли во время штурмов. Но перед официальным открытием у руководства благотворительного фонда память Афгана создателей музея была еще одна задача – дать имя своему детищу. Ведь документального подтверждения тому, что укрепительные районы назывались линия Сталина, так и не было найдено. Название линия Сталина мы, воины, будучи на фронте, не слышали. Раньше этого не было. Знали только, что были укрепрайоны, что они рядом с Минском были, эти укрепрайоны. Это все мы знали, так сказать. А о том, что это была линия Сталина, конечно, мы не знали. Да и имя Сталина вызывает далеко не у всех людей однозначную реакцию. Тогда, в 2005 году, среди ветеранов и историков развернулись целые баталии по тому поводу, как же все-таки назвать новый уникальный историко-культурный комплекс. Стоит отметить, что другие названия тогда практически и не рассматривались. Я был участником телевизионной дискуссии по этому поводу. Я был, выступил и говорил за то, что это необходимо. Ну вот мы тоже посмотрели, ну как назвать, МИУР. Историко-культурный комплекс МИУР. Ну, как-то он не звучит, понимаете? После долгих дискуссий историко-культурный комплекс все же стал линией Сталина. Сегодня музей под открытым небом это два полностью восстановленных ДОТа. Один пулеметный, второй артиллерийский. Причем последний и вовсе уникальный. Подобные артиллерийские ДОТы большая редкость для линии Сталина. На 140 километров Минского укрепрайона всего было 327 ДОТов. И всего лишь 18 из них были артиллерийские. Гарнизон сооружения 20 человек. Это гарнизон военного времени. Вооружение две пушки калибра 76 миллиметров. Здесь были установлены пушки трехзимовки. 1902 года. Помимо этих ДОТов в музее есть несколько площадок с техникой. Как до, так и послевоенной. Многие эти образцы принимают участие в парадах на 9 мая и 3 июля. Всего в комплексе представлено более 150 единиц раритетного оружия и 200 военных машин. Мы сейчас хотим сделать, мы нашли останки различных танков модели Т-34 и мы, у нас задумочка сделать танк, поставить его на ход. И не только сам танк, не только гусеница, но и башня должна поворачиваться. Вот и приспособления там будут для того, чтобы он мог имитировать выстрелы. Подобную работу мастера-реставраторы уже провели не с одним танком. Они находят разбитую военную технику и буквально по запчастям восстанавливают ее. Так было и с немецким самоходным артиллерийским орудием «Штурмгершуц». В 2010 году каркас этой машины был найден на дне водоема в Могилевской области. 11 ноября этого года, ну, как мы... Мы перестали ее в эксплуатацию. Вот сегодня полная уже сдача. В принципе, как видите, ничего не подвело. После полугодичных работ машину не только поставили на ход, но и заставили стрелять. Сегодня «Штурмгершуц» стал неотъемлемой частью экспозиции музея под открытым небом. Подобный экземпляр в таком же идеальном состоянии есть только в Америке, на Абердинском полигоне. Это уникальнейшая специальность. Они живут на линии. В саммиту Сашклова они живут на линии. Они работают по аксиным методам. Они работают с утра и до вечера. Сегодня, чтобы посмотреть на возрожденную линию Сталина, люди едут со всех уголков мира. США, Венесуэла, Германия, Россия. Это далеко не полный список тех стран, откуда приезжали официальные делегации с визитом. Со дня открытия историко-культурного комплекса здесь уже побывали более одного миллиона человек. На сегодняшний день комплекс существует уже практически восемь лет и заслужил хорошую репутацию как брендового такого места, куда стремятся посетители, где приезжает молодежь, которая и знакомится с историей, и проводит мероприятия, допустим, и посвящают их, и принимают пионеры, комсомольцы, а воины принимают протягу. Всемирную славу линия Сталина получила и благодаря своим знаменитым реконструкциям сражений Второй мировой войны. Клуб солдат и победы собрал любителей истории со всей Беларуси. От школьников и до бизнесменов. Всех их объединяет желание возрождать моменты Великой Отечественной войны, которые были забыты. Они за свои деньги и форму шьют, они за свои деньги, они отпрашиваются на работе, они сюда приезжают со всей республики, для того, чтобы поучаствовать, для того, чтобы оживить историю, и это нашим зрителям очень нравится. Наступление войск Красной Армии, взрывы, выстрелы, все это видят зрители. Для достижения большего эффекта профессиональными пиротехниками во время реконструкции используются солярка, бензин и просеянный торф. Все это дает ощущение полного присутствия на реальном сражении. Но на достигнутом создателе историко-культурного комплекса останавливаться не намерены. Территория музея под открытым небом будет расти, а ее экспозиция увеличивается. Уже в ближайшее время на линии Сталина появится еще одна площадка с военной техникой. На этот раз морской. Вдоль пруда, на территории, которая существует, мы хотим поставить реликвии, флотские реликвии, флотское вооружение. Все, что можно будет напоминать людям, которые служили во флоте, о службе во флоте. 26 гектаров территории еще есть возможность расширяться, потому мы получаем новые еще другие образцы, восстанавливаем раритетные образцы техники, которые потом показываем не только на линии Сталина во время реконструкции, но также участвуем в парадах. Своим возрождением линия Сталина показала отличный пример того, как история может возродиться из небытия. По крупице воссоздано то, что несправедливо было забыто. Сегодня украинские и российские историки просят у благотворительного фонда память Афгана методической помощи в возведении своих подобных укрепрайонов. И кто знает, быть может этот рубеж памяти в скором времени будет увековечен и там. КОНЕЦ Вы подписали договор на строительство жилья. Не спешите радоваться. Вполне возможно, вы попали в долгострой. Первая причина любого долгостроя отсутствие своевременного финансирования. Деньги наши были, они были на счету в УКСе, но дом-то не строился. Если вот грубо нарушается нормативный срок строительства, что делать дольщику? Две стороны не решили вопрос, третья сторона суд. В судебном порядке, когда рассматривается, как правило, даже если кто-то один не платит, это уже основание для отказа в УИСКе. Это предложение не строить эти сети за пределами нормативного срока. Значит, надо все равно эти запросы пока... Они даже начинали строить. Я извиняюсь, это понятие нормативного срока. Давайте его раскроем. Тогда получается, можно вообще ничего не платить. Финансирование должно быть обеспечено в нормативный срок строительства в тех объемах, в тех темпах, которые, согласно договору, если этого нет, тогда нормативный срок наступил. Нормативный срок вложился. У нашего дома уже закончилось три нормативных срока и пошел четвертый. У нашего дома тоже. Строить квартиру, я бы уже, наверное, не согласилась. Потому что сколько здоровья, сколько нервов. Кто ответит за потерянные деньги и нервы дольщика? Ток-шоу-форум. В понедельник. Вечер. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok